Меня зовут Красавин Иван, и этот комплекс рассчитан на любого человека. Единственное, если у вас позвоночник в стадии сильного обострения, дайте время для того, чтобы это обострение прошло, и только потом переходите к этому комплексу. Это очень простой комплекс, который можно выполнять с утра или вечером, например, с утра вместо зарядки. Итак, мы опускаемся тазом назад, стоим на четвереньках и вытягиваемся вперёд, тем самым растягивая позвоночник, удлиняя его и разогревая колени чуть на ширине бёдер, то же самое ладони на ширине плеч. Делаем глубокий выдох и раскрывая грудной отдел, вдох. Всего 5 повторений. Ещё 2 повторения, оттянули, вытянулись грудью вперёд, отталкиваемся немного руками вверх, сильно голову не запрокидываем. И ещё 1 повторение, таз назад и вытянулись вперёд. Итак, оставляем ладони под плечи, колени под тазом. Движение, так называемая кошечка. Делаем вдох и на выдох толкаем себя наверх, округляя спину. Вдох, проваливаемся грудной клеткой. Выдох, тянемся, растягиваем лопатки в стороны. Сильно также голову не запрокидывайте, не защемляйте шейный отдел. Ещё раз глубокий вдох, прогнулись вниз без дискомфорта, спокойно, выдох. И ещё 1 повторение, вдох посмотрели вперёд и выдох посмотрели в живот. Остаёмся в этом же положении. Теперь мы скручиваем позвоночник, прячем руку, касаемся плечом и на выдох вытягиваемся вверх, насколько позволяет растяжка. Тоже начинайте с небольшой амплитуды. Вдох, выдох, подняли руку. Постарайтесь в дальнейшем, чтобы нижняя ладонь и верхняя ладонь были на одной линии. Как бы вытягиваемся в одну линию. Ещё 2 повторения. Вдох, можно коснуться прям головой и плечом, скрутиться. Выдох, подняли. Таз остаётся на месте. Вдох и выдох, подняли. Отличное упражнение для грудного отдела и для поясничного отдела. Итак, меняем положение. То же самое. Вдох, посмотрели наверх. Все упражнения, особенно скручивания, делайте вместе с шейным отделом. Вдох, положили плечо и немного коснулись головой. Выдох, постарались вытянуться в одну линию. Ещё раз начинаем с небольшой всегда амплитуды. Постепенно, поверьте, если вы будете выполнять каждый день, амплитуда через неделю уже вообще будет другая. Ещё 1 повторение. Спрятали руку, убрали плечо, коснулись головой и подняли, оттолкнулись вверх. Возвращаем ладони на место. Теперь мы удерживаем баланс на левой руке и правой ноге. Делаем глубокий вдох и выдох, вытянулись. Это упражнение очень круто укрепляет грудной отдел, поясничный отдел, вообще мышцы-разгибатели. Ещё и укрепляет мышцы пресса, так как держится баланс. Делайте это всё медленно, не торопясь. Ещё 1 повторение. Вытянулись, также делаем по 5. Вернули, колено подтянули к себе, собрали корпус, а теперь вытянули, потянули за рукой, за ногой, за противоположный. Опять вдох, выдох, вытянулись. Очень важно всё выполнять на свободном, лёгком дыхании. Собрали себя, подтянули колено, груди, выдох, вытянулись за рукой, за ногой. Ещё 2 повторения. Отлично. Итак, ладони оставили под плечи, теперь выполняем так называемый подъём бедра. Делаем 10 повторений, взгляд всё время на бедро, разворачиваем. Мы можем выполнять вот в этой амплитуде, или я сейчас покажу, 5 делаем, например, в полной амплитуде. Я всегда делаю в полную амплитуду, я вытягиваю ногу, ещё 5. Поднимаем бедро, 4. Это ещё супер упражнение на ягодичную мышцу, так как поясница и ягодица очень взаимосвязаны. И ещё одно повторение. И меняем всё то же самое на другую сторону. Поднимаем бедро или вытягиваем ногу сразу, 10, 9. Взгляд на бедро, 8, 7. Ещё раз, можно также вытягивать ногу, делать большую амплитуду. И 5 раз вытягиваем ногу. 4. Оттянули 3. Подняли насколько возможно, насколько позволяет растяжка. 2. Ещё одно повторение. 1. В этом же положении, в исходном, это так называемый взгляд на хвост. Или машем хвостом. То есть мы поворачиваем таз в одну сторону и туда же взгляд разворачиваем в противоположную сторону. Почувствуйте, как растягивается весь позвоночник от шейного до поясничного отдела. Как будто машем хвостом. Представьте, что мы собаки. И вот такое виляние, только медленное виляние. Поворачиваем таз. Посмотрели. Ещё 4 раза. Каждый раз смотрим. Разворачиваем корпус. И разворачиваем таз навстречу взгляда. Движение полностью на все протяжение позвоночника. Таз оттянули немного назад. Теперь ладони соберите, как будто вы что-то охватываете. Можно делать это на носках, можно делать это на коленях. Мы опускаем грудью вниз. Растягиваем только лопатки. Следите, чтобы у нас колени, то есть не колени, а локти были прямые. Мы не сгибаем локти. То есть мы оттягиваем, увеличиваем гибкость. И ещё и укрепляем грудной отдел. Посмотрите на подростков. У них прям очень хорошо отлепляются лопатки. Потому что эти мышцы со временем начинают прям прирастать к позвоночнику. Нам этим упражнением, наоборот, нужно как раз их немного разорвать. Как будто отделить. И десятое повторение. Таз назад, немного отдохнули. Со временем делайте это всё на ладонях. Итак, ложимся на живот. Вытягиваем руки вперёд. Мы делаем разноимённую гиперэкстензию. Десять раз. Два. Поднимаем каждый раз три противоположные ладони и ногу. Четыре. Пять. Вытягивайтесь за рукой, за ногой. Шесть. То есть удлиняя семь. Всё тело. Восемь. Девять. И ещё одно повторение. Десять. Теперь поднимаем ладони и ноги. И так называемое упражнение плавания. Десять секунд. Девять. Восемь. Спокойно. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Опускаем аккуратненько ладони. Таз назад. Также расслабим спину. Сначала немного вытянулись наверх макушкой. Удлинили позвоночник. И сели ягодицами на пятки. Руки вытянули вперёд. Далее расслабиться спине. Лбом коснулись пола. Расслабьте плечи. Отдохните немного. Подышать. Теперь берём замок за спиной. Опускаем руки немного вниз к тазу. И вот так же касаемся лбом. Если не получается, колени сделайте шире. Почувствуйте, как растягиваются трапециевидные мышцы. Как растягиваются лопатки от позвоночника. Верхняя часть спины. Очень хорошо для грудного и шейного отдела. Расцепляем руки. Переворачиваемся на один бок. Локоть ставим под плечо. Колени вместе чуть выведены вперёд. И делаем движение. Вдох и выдох. Потянулись за рукой. Опять вдох. Поднялись высоко. Колени могут быть вместе. Или колено может отрываться. И опять повторений. Три. И ещё два раза. Постарайтесь как можно больше за рукой потянуться. Два. Мы вытягиваем весь бок. Широчайшие межрёберные. И одно повторение. И всё то же самое теперь на другую сторону. Также пять повторений. Ставим локоть под плечо. Колени вместе. И движение. Вдох. И на выдох тянемся за рукой. Поднимаем корпус. Вдох. Выдох. Мы можем рассматривать этот комплекс как и укрепление мышц скорой. Мышцы пресса. Вообще такой как силовой комплекс. Но с вытяжением позвоночника. Ещё два повторения. Два. Никуда не торопитесь. Медленные движения. И один. Теперь нам нужно полностью перевернуться. Ложимся на спину. Вытягиваем руки и ноги. Удлините себя. Вытяните руки вверх. Сделайте глубокий вдох. Потянитесь. С руками в одну сторону, за ногами в другую. Вытяните по всей длине. Вытяните позвоночник. Итак, теперь. Немного отдохнули. Колени подтягиваем к себе. Зафиксировали их наверху. Мы делаем так называемую складку. На выдох пять повторений тянемся. Руками и касаемся пяток. Вдох. Выдох. Потянулись. Если вы чувствуете напряжение в шее, это очень хорошо. Это значит, ваши мышцы слабые шеи. Пускай они укрепляются. Это не только избавит от второго подбородка, но и укрепит шею. Меньше будет болеть. И потянулись. Всего пять повторений. Опускаем ноги. Одну ногу на бедро. И теперь в противоположную сторону. Вот к колену мы делаем пять повторений скручивания. Вдох. Потянулись и локтем, и плечом. Выдох. Если левый локоть, то правое колено наверху. Три. Еще два раза. Два. То же самое. На выдох как можно выше. Один. Меняем положение. Опускаем правую вниз. Левую наверх. И все то же самое. Вдох. И правым локтем к левому колену. Выдох. Раз. И выдох. Два. Как можно выше подняться. Три. Стараться коснуться локтем колена. Четыре. И растягивается грудной отдел. И укрепляем мышцы брюшного пресса. Пять. Опустили ноги. Колени подтянули к себе. Обхватили как можно выше колени. Прижали их к грудному отделу. Подняли голову, подбородок груди. И смотрим вниз живота. Расслабляем поясничный отдел. Вытягиваем его. Дышим ровно, спокойно. Руки в стороны. И теперь коленями вращаем в одну сторону 10 раз. И в другую сторону. И девять. Корпус, грудной отдел на одном уровне. Восемь. Вытягиваем по длине мышцы разгибателя посвоночника. Это одно из лучших упражнений для поясничного отдела. Шесть. Аккуратно, спокойно. Пять. Старайтесь, чтобы плечи и руки не отрывались. Со временем также будет амплитуда постепенно 4 расти. Три. Как я и повторился, очень рекомендую тратить эти 12 минут. Два. Каждый день. Неважно утром или вечером. Один. Теперь положили ноги в одну сторону, голову в противоположную сторону. Сверху немного прижимаем бедро и прямо на 10 секунд задерживаем. Еще пять. Четыре. Три. Свободно. Два. И на другую сторону все то же самое. Колени. Рукой немного прижали бедро. И 10 секунд держим. Дышим ровно, спокойно. Вытягиваем, то есть создаем еще больше вытяжения. Еще несколько секунд. И возвращаем. Теперь нам нужно сделать так называемые перекаты. 10 раз. Вот здесь мы очень плавно и аккуратно перекатываемся туда-сюда, до лопаток и до поясницы, чтобы удара не было. После этого или вот вместо этого я бы очень рекомендовал вам сделать так называемый самомассаж. Я для этого использую тренажер DRIVMAS и это было открытие для меня этого года. И это тренажер, который позволяет не только вытянуть позвоночник, но и убрать все триггерные точки. Не забывайте, что позвоночник это целая система и работая с одним отделом вы влияете на весь позвоночник в целом. Именно поэтому самомассажер DRIVMAS так правильно и всецело работает с позвоночником и со всеми отделами. Идеальное сочетание это вот ежедневное выполнение этого комплекса и раскатывание на тренажере DRIVMAS. Это позволит не только вам укрепить мышцы этим комплексом, но и убрать все триггерные точки в спине, проработав все участки. Еще плюс удлинить весь позвоночник. Мы можем менять валики в зависимости от цели. Например, если болит поясница, что часто приводит к защемлению седалищного нерва, кстати оттуда онемение ноги или онемение в пальцах, то нам нужно воздействовать еще и плюс на ягодицы, то есть убрав спазм в ягодице. Мы просто меняем валик на большой и сгибаем одну ногу и в течение одной минуты прокатываем сначала одну ягодицу, потом то же самое делаем на другую сторону. Сейчас они выпустили еще такой отдельный ролл для прокатывания и проработки отдельных частей тела, которые можно просто бросить с собой в сумку и в любое время его иметь под рукой. Прокатывание спины, ягодиц, неважно что вы будете прокатывать, он прям вот очень удобно с ним путешествовать или вообще брать его с собой. Если идет сильный спазм, то можно просто разместить его под спиной или под ягодицей и полежать там одну-две минуты, что позволит точно так убрать перенапряжение. Я не очень люблю вообще сам такой массаж, но вот этот массажер для меня был прям вот с заменой. Если у вас нету вообще времени или вы настолько ленивы, чтобы выполнить вот этот вот комплекс на 12 минут, то хотя бы выполняйте прокатывание, то есть сам массаж 7 минут в день и вы почувствуете результат, поверьте мне, уже через пару даже дней. Они мне, кстати, прислали еще замену гвоздей, на которых обычно стоят. Очень интересная штука, не думал, но это такая прям бомбическая тема. Просто постоять пару минут и так расслабляет все тело. Мы же знаем, сколько у нас точек на стопе, и акумпунктурой лечится там все тело через стопы. Удобно на магнитиках складывается, раскладывается, да и запах вот, правда, настоящего дерева. Древмасс, честно, молодцы, делают очень хорошие штуки, улучшая качество жизни уже не только меня, но и уже сотен, а может быть даже тысяч людей. Все ссылки на тренажеры не только вы найдете в описании под этим видео. Это, правда, моя рекомендация, 100%. А с вами был Красавин Иван. Выполняйте, пожалуйста, этот комплекс, будьте здоровы и до новых видео. Счастливо, пока!